Всем привет! В эфире Континент. Меня зовут Игорь Цесарский. Сегодня у нас очередная встреча с Гарри Гиндлером. Гарри, приветствую тебя. Добрый день. Повод для нее, конечно же, есть. Да у нас есть всегда повод поговорить о тех событиях, которые в стране происходят. Но прежде чем мы начнем, я напомню, что вот буквально недавно только-только вышла книга Гарри Гиндлера. Книга называется, если ее перевести на русский, «Левый империализм». Но она написана на английском, так что те, кто может, хочет с ней ознакомиться, просим пройти на Амазон и там ее заказать. Я думаю, что вы получите большое удовольствие от этого прочтения. Но не только удовольствие, но многое узнаете из того, что, возможно, где-то когда-то пропустили. Ну, а сейчас мы поговорим о том, о чем, в общем-то, договаривались заранее. Прошло интервью, вроде бы отгремели выстрелы, снаряды пролетели. И все уже состоялось. Но мы с Гэри, честно скажу, не обсуждали еще эту тему. Была статья, она вышла, почитайте на континенте. А сегодня вокруг и того, что ты написал, и, может быть, еще дополнение, мы поговорим. Спасибо, Игорь. Я в статье, которую ты опубликовал, признался, что я не смотрю Такера Харсона. И не потому, что я его не люблю. Ну, я его недолюбливаю по очень простым соображениям. Но я его не смотрю, потому что я не смотрю никого. Я вам могу назвать точную дату, когда я перестал смотреть телевизор. Это был 2017 год, когда Билла О'Райли торнули с Факс Ньюз. Это была последняя передача, которую я вообще смотрел, где-то начиная с выборов Буша. И все. И когда его выгнали из Факс Ньюз, я вообще перестал смотреть телевизор. Какой-либо подкасты, Ютуб, настоящее телевидение. Я получаю информацию из совершенно других источников. Мне не нужны говорящие головы, чтобы делать свои заключения, писать книги и статьи. Многие этого не понимают. Многие считают, что выдающихся журналистов надо слушать. Я думаю, в этом есть доля каких-то, так сказать, разумных вещей. Но вот Такера я не слушаю по той простой причине, что он в одном из старых интервью назвал Нетаньягу упрямым, ненужным человеком, который тормозит мир на Ближнем Востоке. И вообще у Израиля нужно отобрать ядерное оружие. Для меня этого достаточно, чтобы его дальше не смотреть. Несмотря на то, что он достаточно консервативный и очень уверенный в себе и опытный журналист. Прежде чем мы начнем обсуждать, что там за сыр-бор с этим интервью с кремлевским небожителем, я хочу сказать, что я, конечно, интервью вынужден был посмотреть. Потому что фурор, который везде вот был, вот заставил меня нарушить мое собственное табу. Я пошел на Ютьюб и вынужден был посмотреть. И прежде чем мы начнем говорить, я хочу сказать, что вчера, когда вот надо было подготовиться к сегодняшнему выступлению, я посмотрел, что еще есть на Ютьюбе. Для меня это было просто как откровение, потому что я не смотрю эти передачи. И просто вот справа на Ютьюбе выскочили просто ролики. И один из первых был ролик Фегина и Пенковского как раз вот по этой теме. Потом было выступление Портникова по этой теме. И что могу вам сказать? Вот я в начале передачи всем сказал, что я с 17-го года не смотрю телевизор. Я хочу вам сказать, что я ничего не потерял. Не то, что вообще ничего не потерял. Для Портникова, например, Трамп – это конец света. Вот не меньше, чем… Вот просто конец света. Конец Украине, конец Европы, конец света. Для Пенковского приезд американского журналиста в Москву – это сговор Молотова-Риббентропа. А потом он поправился. Нет, 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 не Молотова-Риббентропа. Это прямой сговор между современным Гитлером и современным Сталином. Он не уточнил, кто из этих двоих – Гитлер и Сталин, но подразумевал, что это Трамп. Я не знаю, как дальше относиться к этим людям. Я всегда с уважением относился ко всем журналистам. Я никогда никого не обижал. Но вот вчера Пенковский сказал, что русско-американское быдло за Трампа. Вот я никогда не считал себя быдлом и считать не собираюсь. И руководитель «Континент ТВ» Игорь Цесарский тоже никогда быдлом не был. Он известный писатель, так, на минуточку. И это было не очень хорошо. Я знаю, почему он это сделал. Я знаю, что он, хотя живет в Америке, он работает на русскую аудиторию, на украинскую аудиторию. Понятно, для чего я так сказал. Но прежде чем мы начнем обсуждать интервью, злополучное интервью с нанофюрером, я хочу сказать, уважаемые леди и джентльмены, все, что касается дел, должно анализироваться людьми, которые живут в Америке, свободно владеют английским языком, они черпают информацию из русскоязычного отдела голоса Америки или из каких-то других прокремлевских, околокремлевских или далеко не кремлевских средств массовой информации. Даже та же самая, так называемая, оппозиция, которая сейчас живет в разных странах Европы, тоже очень негативно отнеслась к приезду КАРС. Вопрос, почему? Вот почему, когда Стефанополос приезжал к Путину и брал у него интервью, все было тихо, спокойно, нормально? Почему Роуз, когда приезжал в Москву к Путину и брал интервью, все было нормально? А вот теперь Карсон приехал, и он плохой. Я думаю, этому всем понятна причина, дело в политике. И я хочу сразу сказать, то, что было на экране, сразу мне напомнило одну очень интересную вещь. Вот я начал свое сегодня выступление с Билла Урайли, который, так сказать, последним был, кого я видел по телевизору. Я помню очень знаковое интервью Билла Урайли, которое он провел с Томом Кленси. Для тех, кто не знает, Том Кленси – это автор разных боевиков, шпионских таких боевиков. И он написал знаменитую книгу, по которой был сделан потом фильм «Красный октябрь» про советскую подводную лодку. И все считали, что Том Кленси – это вот такой вот средней руки писатель, который пишет там какие-то легкие боевики. Оказалось, что интеллектуальная мощь Тома Кленси намного превосходит интеллектуальную мощь Билла Урайли. А Билла Урайли, которого я видел больше, чем 20 лет, это человек, который мог скрутить в бараний рок кого угодно, президентов, конгрессменов, сенаторов, кого угодно. И он сидел перед этим Томом Кленси, и он имел бледный вид. Вот это вот интервью в Кремле напомнило мне вот это вот старое интервью. Карсон имел бледный вид. Почему? Мне кажется, дело вот в этом конкретном случае совсем не в том, что интеллектуально Путин оказался выше, чем Карсон. Ничего подобного. Мне кажется, Ларчик открывается достаточно просто. Мне кажется, Карсон был шокирован. Карсон был шокирован тем, что ему говорит Путин. Карсон и журналист с 30-летним стажем. Он привык к диалогу, когда он разговаривает с людьми, и те высказывают ему какую-то точку зрения, подкрепляют какими-то фактами. Идет живая дискуссия. Здесь же была игра в одни ворота. Причем Карсон сразу понял, что имеет дело с фанатиком, который свято верит в то, что он говорит. Это очень важно, потому что есть люди, которые убежденно говорят о чем-то, но делают это по каким-то совершенно другим причинам, чтобы завоевать избирателей, набрать какие-то политические очки или какие-то другие интересы у них существуют. Похоже, у Путина не было никаких интересов. Он свято верит в фантазии, которые сам выдумал и сам их пропагандирует. В связи с этим я хочу опять же признаться. Вот я признался, что вот я не смотрю телевизор. Я должен признаться, что это интервью сыграло некую роль для меня, вот такую положительную, отрицательную, не знаю. Я изменил свое мнение о Путине. Я вот честно признаюсь. Почему? Я всегда считал Путина умным, изворотливым, хитрым, подлым врагом Америки и всего западного мира. Этого было достаточно. Но теперь я понял, что он не просто хитрый, изворотливый подлец, а он тупоголовый, тупорылый фанатик. И это меняет весь ландшафт геополитики. Мы имеем дело с человеком сумасшедшим. Этот человек, который не признает никаких рациональных аргументов. Даже есть русская поговорка, помнишь, как это там звучит? Хоть колом на голове тиши. Вот такой вот человек. Он не признает никаких аргументов, которые отличаются от его мировоззрения, которые он сам же и создал. Вот такая вот история. К сожалению, многие распринимают, особенно среди русскоязычного пространства, Такера, как человека, который является политиком каким-то, человеком, у которого есть какие-то политические амбиции, который приехал в Москву по заданию Трампа, по заданию компании. И он специально это сделал, чтобы насолить Байдену. Ну, ничего подобного-то нет. После того, как его опять же, как и Билла Райли, выгнали с Fox News, он организовал свою компанию. И по всему миру ездит за свои деньги. И берет у людей интервью. И реклама, которая звучит во время интервью. Это как он зарабатывает деньги. Это действительно независимый журналист. Но те люди, которые привыкли к тому, что если человек говорит с Путиным, это значит, он в пуле. А раз он в пуле, это человек проверенный. А раз он проверенный, он на нашей стороне. Они сразу начинают откатывать назад. Ага, раз он в пуле, значит, он ставленник кого-то. Ну, Гэри, независимый, как ты говоришь, все равно может быть и полезным идиотом одновременно. Абсолютно. Поэтому одно другого не исключает. Вот ты назвал некоторые фамилии. Иногда наши зрители, слушатели приводят их в качестве какой-то аргументации. Ну, во-первых, ну, вот если мы не являемся экспертами по странам, где уже не живем, но если и жили, то очень давно это было, то назваться экспертом очень сложно. Почему-то сидящие или где-то на европейских просторах, многочисленных, там, по разным странам, кто вынужден так или иначе был уехать из России, это одна категория людей, Пианковский, которого ты упомянул, который хоронит Путина уже 20 лет, ну, так, с величайшим успехом, он ему раздает всевозможные клички, он такой, вот, как бы тебе сказать, ну, назвать его городским сумасшедшим вроде бы неприлично, потому что человеку за 80, но политолог, ты понимаешь, какого качества со своими экспертизами, но, понимаешь, все названы тобой, вот, есть ощущение, я не могу, у меня нет фактов, я могу говорить только предположительно, что все, так или иначе, на службе у нашей родной, ну, коммунистической, нет, не коммунистической, да, она еще называется демократической партии, у Сороса, у всех вот тех, кто подкармливает подкармливает специально свои кадры, потому что то, что порой они несут, это ни в какие ворота не лезет, и Трамп для них вот та самая мишень, при этом они закрывают вот так руками, глаза, как, знаешь, есть фигурки знаменитые, не слышу, не вижу, когда разговор заходит о Байдене, который, в общем-то, ну, своим одним видом вызывает некую идею порассуждать, кто этот человек, как он выглядит, ну, и все остальное, понимаешь, поэтому это я заканчиваю, поэтому то, что ты энное время вообще даже не открывал и не слушал, ты сохранил вот эту девственную чистоту. Хорошо, давай поговорим про чистоту, я, коль пошло время признаваться, я в третий раз сегодня сделаю признание. Давай. Я думаю, все помнят покойного Виктора Топалера. Да. И я должен признаться, что после передач мы очень часто оставались в студии поговорить, что там произошло, и я выскажу его мнение, которое совпадает с моим. Вот сколько было гостей у Топалера, и я с ними вел передачи, и Виктор Топалер вел передачи, и втроем мы были в эфире, и вчетвером мы были в эфире. Два человека из российских журналистов и политиков, которые понимали, что происходит в Соединенных Штатах Америки, их было только два. Немцов и Карамурза младший. Все. Где они? Немцов убит, Карамурза гниет в тюрьме, он погибает в тюрьме. Все. Никто больше из тех, я не знаю, десятков, сотен людей, которые вот были у Топалера в эфире, и я был приглашен туда, не имели ни малейшего понятия, что происходит в Америке. Вообще. Многие из этих людей прекрасно знали английский язык, и даже опубликовались статьи в Вашингтон-Пост, Нью-Йорк-Таймс, но они совершенно не понимали, о чем идет речь, когда дело касается Соединенных Штатов Америки. Они, возможно, знали очень хорошо, что происходит в России. Это, я думаю, нужно подчеркнуть. Но в американских делах, извините, давай поговорим про американские дела. Да. Мы с тобой не виделись неделю, а неделя оказалась просто вот насыщенная. Просто вот возьмем вчерашний день. Вот один вчерашний день. Вчера были опубликованы документальные доказательства того, что русское дело Трампа было сфабриковано кем? ЦРУ. Начиная с 15-го года. Мы с тобой потратили 6 лет своей жизни, пытаясь доказать, что Трамп не является кремлевской марионеткой. У нас с тобой были только вторичные доказательства, понимаешь, опосредственные. У нас не было бумаги, которая может подтвердить. Тогда-то такой-то агент ЦРУ сделал то-то, то-то и то-то. Теперь они есть, они опубликованы вчера. Гэри, досье стила, вот оно застилало всем. все застилало, да. Это досье стила до сих пор играет главную скрипку в русско-украинских делах. Украина вся твердо уверена, что вот есть досье, и оно доказывает, что Трамп это вот работает на Путина и никто другой. Опять же, кол на голове тишина. Ну, ладно, с тем, что, как поступили с Трампом, тут все понятно, не будем на этом останавливаться. Континент USA.com содержит все статьи по этому вопросу, сделайте все очень. Все найдет. На здоровье. Другое важное событие, которое произошло вчера, это наконец-то произошел импичмент. Импичмент Алехандро Майоркас. Кубинский еврей, который отвечает за безопасность страны, который отвечает за границы Соединенных Штатов Америки, за пограничников, это тот человек, который открыл границы. Не сам, конечно, по приказу администрации Байдена, по приказу тех людей, которые стоят за Байденом. Напомню, что мы сейчас находимся не на первом сроке президента Байдена, а на третьем сроке президента Обамы. И все это продолжается. Так вот, те толпы, миллионы нелегалов, которые сейчас бушуют и поднимают уровень безработицы, поднимают уровень криминала в городах Соединенных Штатов Америки, это все дела администрации Байдена тире Обамы. Но пострадал, как обычно, стрелочник. Пострадал, очень интересно. Это была вторая попытка объявить ему импичмент. Первая провалилась с разницей в один голос. Вторая оказалась успешной, опять же, с разницей в один голос. И почему? Потому что из больницы пришел больной раком с колиз и проголосовал. Все. Это перетянуло чашу весов. Ну и теперь, конечно, пойдет суд в Сенате. И там, конечно, он будет что? Оправдан. Конечно же. Потому что демократы, которые находятся в Сенате, не считают, что открытие границ это плохо. Для них это как раз вот хорошо. Человек пострадал за то, что выполнял приказ. Ну и своих они не сдают, это же известно. Но фокус-то состоит вот в чем. Сравним этот импичмент с теми двумя импичментом, которые были у Трампа. Напомню, что 2024 год выборный и те сенаторы, которые будут голосовать против или за Майоркеса, чтобы отстранить его от должности, треть из них должны переизбираться. Треть из них могут так замараться этим голосованием, что выборы не могут проиграть. В этом большое отличие этого импичмента от других импичментов, которые были. Вообще это знаковое событие. Это был первый импичмент министра с 1876 года. Можешь себе представить. Больше полутора столетий назад. И вот собрались республиканцы силами, все-таки сделали. И это несмотря на то, что республиканская партия находится в совершенно гадком и фальшивом состоянии. У них нет денег. Они банкроты. Они полные банкроты. Они все деньги потратили на то, чтобы продвигать Ники Хелли, которая по последним опросам общественного мнения успешно проиграет праймарис в Южной Каролине, откуда она родом, и где она была губернатором. Проиграет. С разгромным счетом. Вот деньги вот так пустили на ветер. И во время прошлой передачи, которая была с Михаилом Вилером, мы обсуждали вопрос о бездействии республиканцев, которые, скорее всего, семимильными шагами идут к потере преимущества в Палате представителей на следующих выборах. Трамп не может вытянуть всех. Даже если Трамп выиграет, он не сможет поднять своей мощью всех остальных вот этих прожженных, продажных республиканцев. Поэтому что сделал Трамп? просто вот как будто слушал нашу передачу. Он планирует трейдерский захват республиканской партии. Ни много, ни мало. Оказывается, втихаря за последние несколько месяцев он, правдой или неправдой, расставил людей, старых ветеранов своей компании 2016 года на ведущие посты в ЦК республиканской партии. последний шаг. Он назначен, не назначил, порекомендовал в качестве сопредседателя республиканской партии своего человека, надеясь на то, что Ронни Макдоналд уйдет со своего поста, как обещала, после праймарис в Южной Каролине. Кстати, для тех, кто не знает, ее девичья фамилия Ромни. Она племянница того самого Ромни, кровного врага Трампа. Этим объясняется частично то, что все ЦК республиканской партии работало против Трампа. Но это еще не все. Вишенка на тортике это то, что в качестве сопредседателя партии он рекомендует Лору Трамп, свою невестку, жену Эрика Трампа, которая не отличается никакими выдающимися организационными способностями. Но она будет играть ту же самую роль, такую играла Иванка Трамп. Она будет наблюдать. И она будет лояльна Трампу всегда и до конца. То есть она вот такой вот будет смотрящей, используя такую криминальную жанру, она будет такая смотрящая в республиканской партии. Таким образом, если Трамп захватит республиканскую партию не просто де-факто, а де-юре, то есть он станет фактически главой партии и будет руководить и своей компанией, и республиканской партией в целом, то тогда, конечно, шансы рядовых республиканцев на выборы в Сенат и в Палату представителей, которые переизбираются полностью в ноябре этого года, будут гораздо выше. Все надеются на то, что Трамп сможет пополнить казну республиканской партии, и я думаю, что он сможет это сделать. Он получает достаточное количество денег на свою компанию, он может поделиться с республиканской партией, которая поддерживает кандидатов на местах, чтобы выиграть выборы. Ну, успешно вчера они проиграли перевыборы на место Сантоса в Нью-Йорке, которого выгнали за вранье, и тут же потеряли еще одно место. Герри, смотри, ведь для многих так называемых республиканцев то, что ты сейчас озвучил, это буквально, как они скажут, нож в спину. Более того, они по сей день держат в своих рядах, я имею ввиду, руководящих позициях, на руководящих позициях таких людей, как Митч Макону в Сенате и прочие, прочие, те, которые всячески противодействуют Трампу и его политике. Дело в том, что по логике это вещей, если он лидер, который на сегодняшний день за собой ведет. Относитесь к нему как угодно, к его каким-то личным, человеческим иным качествам, на здоровье. Но договаривайтесь, и ведь совместными усилиями вы можете добиться, учитывая, куда нас привела Демпартия, на сегодняшний день каких-то результатов. Как ты думаешь, почему они этого не делают? Я просто напомню, как Трамп умеет работать с людьми. Это не идеальный менеджер. Ну, вот как он умеет работать с людьми. Как он элитерализовал МакКоннелла, которого ты упомянул, лидера меньшинства в Сенате, во время своего первого срока. Все помнят, они были всегда на ножах, но почему-то четыре года он играл под дудку Трампа и делал все, что Трамп его просил. Утверждал судей, проводил законы ненужные Трамп. Почему? Трамп взял себе в качестве министра транспорта жену МакКоннелла. Когда Трампа вышел на руль из Белого дома, МакКоннелл почувствовал, что он уже никаких обязательств по отношению к Трампу и консерваторам не имеет и стал проводить свою собственную политику. Что будет, когда Трамп вернется в Белый дом? Не будем предсказывать, но я думаю, что у Трампа есть рычаги, чтобы это сделать. Ну, рычаги большие. Мы давай заметим, что жена МакКоннелла, она китайского происхождения и бизнес у нее в Китае. И с этим тоже связаны некоторые моменты, на которые Трамп может обратить внимание легко. Самое интересное, что демократы за это Трампа почему-то МакКоннелла не особо бьют. Вот это любопытная вещь. Слушай, такие высокопоставленные люди в Вашингтоне, как МакКоннелл, они выживают при любой власти. Там же есть джентльменское соглашение, когда мы у власти 60% бюджета идет нам, 40% оппозиции. Когда власть меняется, ну, мы получаем 40%, а не 60% бюджета. Это тоже, позволю себе заметить, от 20-ти триллионного бюджета Соединенных Штатов Америки неплохой кусочек. Да, ну вот, опять, не к столу будет, но, тем не менее, вспомню господина Пианковского, может, он тоже слушал, а может, ему передали, какой-то разговор у нас с тобой был, и мы высказывали опасения, что Трампа физически могут устранить, в том числе, не имея других каких-то возможностей. Так вот, этот господин, вот, не знаю, своими ушами и не какой-то Рабинович напел, а несколько человек, те, кто имеет еще обыкновение слушать всех, говорили, что он буквально заявил на своем эфире, что Трампа надо устранить, физически. Ну, вот так. Это человек, который находится здесь, в Америке, находится, я не знаю, в каком он статусе, какой у него, какой он паспорт в кармане держит или в столе у себя, но, тем не менее, как тебе это нравится? Ну, слушай, человек, используя фразу классиков Ильфа и Петрова, и ты, Брут, продался большевикам. Он продался не большевикам. Окей? Большевиков сейчас нет. Но есть люди, которые отражают его точку зрения. Это левые. И поэтому мы с ним на разных сторонах политических баррикад. вот такие люди, как Пианковский и Портников и многие другие весьма умные и уважаемые ранее люди, являются еще раз подтверждением, что я все-таки правильно сделал, что на два года ушел в тень. Просто вот закрылся от всех, от друзей, от семьи, от детей, от жены, закрылся. И два года писал книгу. Вот эта книга рассчитана на то, чтобы все-таки проветрить людям мозги, чтобы людям было понятно вообще подноготное всех этих дел, какофонии разных мнений, которые идут со всех сторон. Причем из обоих сторон выступают люди, которые говорят весьма убедительно. Весьма убедительно. Вот Карсон был очень удивлен, что Путин так убежденно и со знанием дела в течение 20-ти почти полчаса рассказывал историю России с древних времен. Какую историю? Да, то есть Карсон думал, что это нормальная история, которая, так сказать, а потом-то оказалось, что это фантазии. Ему-то никто об этом не сказал. Он же продукт американской образовательной системы, где про Россию не знают ничего. Точно так, как в России ничего не знают про Америку вообще. Ну, смотри, тем не менее, из тех людей, кто более-менее старается объективно расценивать его визит без эмоций, а вот именно тут есть масса вопросов, но ведь человек, когда готовится к подобному интервью, он должен вообще-то обладать какими-то неким перезнанием, это во-первых, ну, как мне кажется, а во-вторых, ведь очевидная вещь, что то от первого до последнего слова, до последней запятой, это же все было согласовано, и это очевидно, и поэтому я думаю, что в этом большая проблема. я не думаю, что там было что-то согласовано. Ты думаешь, те вопросы, которые он хотел... Я думаю, что он обнародовал свои вопросы. Обнародовал. Так вот, это и есть, и это и есть... И со стороны Кремля была определенная подготовка, но Карсон, судя по тому, что я знаю про него, не потерпит никакого диктата со стороны. То есть, если бы Кремль предложил Карсону на блюдечке с Голевой-Каемовской вот 15 вопросов и шаг вправо-влево, побег, расстрел, он на это не пошел. Я не думаю, что ему эти вопросы именно предложили, предположим, я не знаю, но, по крайней мере, я думаю, что свои-то вопросы он на согласовку отдал. А это... Я не думаю, что он отдал вопросы. Я думаю, он отдал тему, что я буду говорить об этом, о том, о правительстве. Это хорошо. И про журналиста Гершковича, ну, на здоровье спроси. Да, да, да. Спроси, ну, про Немцова не надо. Там или про это сделай, а про то... Но, дело в том, что, понятно, я с тобой согласен, что, когда он только сказал А, еще не успел сказать Б, этот, кремлевский мечтатель, очередной идиот, который руководит огромной страной, начал что делать? Что? Читать ему лекцию по истории для умалишенных. И вот эту лекцию он растянул нас на такое время, что Такер уже, по-моему, там уже и возгласы закончились и все остальное тоже. Да, ну, я должен сказать, что если бы я вел интервью с Путиным, а не Такер, я тоже был бы очень сильно удивлен, даже шокирован, и я не знаю, смог ли я совладать бы со своими эмоциями. Вот он совладал. Ну, я, наверное, не совладал. Окей? Мне кажется, Такер, как проницательный журналист, понял, к чему вообще идет дело. И он своими наводящими вопросами подготовил всех слушателей, ну, по крайней мере, американскую аудиторию, к тому, что Европа обречена. Вот по разным причинам обречена. Начнем с того, что НАТО не отрабатывает. Все говорят, что вот НАТО устарело, там, оно действительно не работает, потому что у них нет денег. Потому что есть одна страна, которая тянет на своем горбу все остальные 20 с чем-то там НАТОвских стран, 22 или 23. И Трамп заявляет при каждом удобном случае, а извините, денег больше нет. Все, кончились. Та Америка, которая может помочь Европе, больше не существует. И Такер понял это. Он понял, что Америка в третий раз не будет спасать Европу. Америка уже заплатила тысячами, сотнями тысяч жизней и огромным количеством долларов для того, чтобы спасти Европу во время Первой и Второй мировой войны. Третий раз не будет у Европы возможности, чтобы кто-то третий, большой дядя пришел и все разрулил и всех успокоил и всех поставил на место. Не будет такого. И когда Такер это понял, и он понял, что вот к чему идет это интервью, что все это поймут, он был достаточно сильно обескуражен, напряжен, потому что одно дело вести вот такую беседу непринужденную с самым богатым человеком планеты, а с другой стороны понимать, какие геополитические последствия от понимания того, что произошло, могут быть. И он это понял. Ты знаешь, ну, чтобы с Такером закончить, я не знаю, в виде послесловия ты смотрел, читал, что сказал Такер уже находясь в Абу-Даби. Нет. Ну, тогда это не будем обсуждать. Дело в том, что посмотри, не пожалеешь, потому что он рассказывал о том, что чистый, хороший город Москва, ну, и прочие, прочие вещи, которые... Господа, значит, журналист Такер, независимый журналист. Все, что он говорит вне экрана, это... Это цель, которая ясна сразу, должна быть вам понятна. Он готовит площадку для следующего интервью, которое будет таким же сенсационным, как и предыдущее. Он не может сказать, я был в Москве, и там грязные улицы, и там инакомыслящих хватают и бросают в тюрьму без суда, если следствие. Он не мог этого сказать. Потому что дорога на следующее интервью будет закрыта. Журналисты такого калибра никогда себе этого не позволяют. Политики большого калибра тоже себе никогда этого не позволяют. Позволяют, но в очень исключительных случаях, когда курок уже нажат. Вот Трамп позволял себе очень резко называться об иранских и всяких других игиловских генералах. И он их просто вот уничтожал очень-очень быстро и пачками. Но Трамп никогда не говорил обидные и неприятные вещи ни одному из руководителей других стран. Никогда он никому не сказал плохого слова. Он мог с ними дискутировать, настаивать на своем, но он никогда не сказал никому ничего плохого, потому что это политика, господа. Нельзя ждать от Трампа, чтобы он вышел к микрофону и сказал Путин разбойник и бандит. Нет, ну, откровенно говоря, он разбойник и бандит. Северно-корейского он немножечко так потроил, тем не менее. Ну, слушай, когда намекался большой прорыв, большой прорыв, а потом Китай приказал дать отбой и прорыв не получился. Тут все очень понятно. Хорошо. Да, мы действительно тут можем обсуждать, как и кто ведет свои вот журналистские деятельности, но я тебе тем не менее дам один пример. Плачи была знаменитая итальянская замечательная публицист автор книг и в частности она тоже встречалась с лидерами, но после ее встречи Аетала Тамини никогда больше никакого журналиста к себе не подпустил, потому что она в отличие от Такера сделала по-другому немного свою работу. Ну, хорошо. Вот интересно мне, во-первых, вот то, что ты говоришь о том, что Трамп работает над тем, чтобы республиканская партия, собственно говоря, стала партией его уже не по какому-то формальному признаку, а реально. Это интересный момент, а вот интересный момент, все же твой вывод, который ты в статье сделал, вот я бы немножко хотел к этому моменту вернуться, не уже к характеристике Такера, Путина, кого угодно, а вот то, что ты вывел вот в конце своего материала, который я все-таки рекомендую почитать, если кто-то, кому-то будет скучно слушать наши интервью. когда я закончил очень коротко анализировать вот это интервью с Путиным, я вспомнил, что вот я ничего по-русски про украинские дела вообще в течение, я не помню с каких лет, двух лет, наверное, не писал, вообще, только по-английски, вышел целый ряд статей, семь или восемь, я уже не помню, в которых анализируются причины и противодействующие стороны и прогнозы для русско-украинской войны. и вывод, который я сделал для себя еще в апреле двадцатого года, через несколько месяцев после начала крупномасштабного вторжения, и этот вывод каждый день находит свои дополнительные подтверждения. А вывод заключается вот в чем. Война была срежиссирована политбюро ЦК компартии Китая. Не забывайте, что Китай, невзирая на то, что есть Алиэкспресс, и Тему, и другие сайты, которые продают дешевые китайские товары, это страна коммунистическая. Каждая коммунистическая страна не может жить без экспорта революции в другие страны. Это запрещено. Левачество изначально не замкнуто внутри одной страны. Перманентная революция, которую якобы придумал Таруцкий, а на самом деле она была придумана гораздо раньше, она всегда существует в умах всех леваков. Поэтому, когда Си пришел к власти, а я напомню, что он принадлежит к тому клану руководителей компартии Китая, которые выросли из крыла подчиненного Сталину, они все сталинисты. Они не просто там какие-то там маисты, коммунисты, они сталинисты. Мы имеем дело со сталинистами. И точно так же, как Сталин вырастил своими руками, своими поставками цветных металлов, ванадия, хрома, редкоземельных материалов в Германию, чтобы поднять Гитлера, чтобы вооружить Гитлера, его руками обескровить Западную Европу, а потом прийти туда победителем. Я повторяю то, что уже всем давно известно, это в книгах Суворова очень хорошо описано, повторяться не будем. Так вот, то, что делает сейчас Китай, является примерной аналогией того, что сделал Сталин. Но в качестве Сталина выступает теперь премьер Китая. Значит, нужно сделать так, чтобы твои противники ослабли. Для этого нужно создать некую военную ситуацию, куда бы экономика начала работать на войну, люди гибли, но это где-то должно быть там далеко, не в нашем районе, где-то там далеко в горах, не в нашем районе. И надо же было такому случиться, что рядом с границами России жил такое непокорное государство Украина, которое мечтало о своей независимости последних 400 лет. И, наконец-то, получил ее в 91-м году. Они получили ее в 18-м году, но потом оказались оккупированы Советской Россией. И тот короткий период независимости, он ушел в историю. И вот с 91-го года эта страна является независимой. И они явились таким лаковым кусочком. А кого стравить, с кем? Понятно, что без посторонней помощи Украина сама не справится. Понятно, что Европа и Америка придут на помощь. То есть и Америка, и Европа должны тратить свои деньги на то, чтобы отбить агрессию России, тем самым ослабляя Запад. Россия должна тратить свои деньги и свои ресурсы, и свое население, чтобы отбить атаку вот этих объединенных западных сил. Тем самым и Россия... Контраатаку. Да-да. Тем самым и Россия друг-враг Китая номер один и Америка друг-враг Китая номер один они будут друг друга ослаблять. И в нужный момент армия Китая сделает свой ход. Я не знаю, какие у них планы. Планы у них достаточно серьезные, экспонентские. Я думаю, что на первом этапе они хотят ограничиться Сибирью. Вот я думаю, вот за Урал они не пойдут. На первом этапе. Ну, до Сибири, наверное, Тайвань еще есть у них. А я не думаю, что Тайвань... Понимаешь, Тайвань не является кладезем полезных ископаемых таких, как существует вот в Сибири. Ну, захватить полупроводниковые заводы Тайваня. Да, удастся. Ну, понимаешь, когда тебе нужно выбирать Сибирь с тем, что там есть, и маленький Тайвань с ничтожным населением, ну, с заводами полупроводников, да, ну, понятно, понятно, какой будет выбор. Там напряженность сделана специально, чтобы отвлечь Америку от Европейского театра военных действий. А почему именно сейчас? А вот почему. Потому что Байден известен тем, что получал деньги из Украины и из Китая. Мафия, Байден и сын получали деньги из этих обоих источников. Он является вассалом Китая, точно так же, как вассалом Китая является Путин. И поэтому Политбюро КПК дало приказ своим вассалам ослабить те страны, которые они возглавляют. Я пишу в своей статье, что Байден это явно американский президент, а Путин явно антироссийский президент. Нет, антиамериканский. Нет. Нет. Путин антироссийский президент, а Байден антиамериканский. Нет, просто ты сказал американский, поэтому я... Антиамериканский. Поэтому то, что мы видим сейчас, вот это вот провал наступления, или потом героическое освобождение Херсона и Харькова, безусловно, украинские герои, не зная ничего этого, дерутся как львы. Но они держатся вот на этом уровне. Они ничего не видят за пределами своего бруствера, а геополитика делается вот здесь, кукловодами из Китая. Поэтому, когда Трамп говорит, я прекращу войну за 12 часов или там 24 часа, разные там вариации есть, то не нужно понимать это буквально по секундомеру 24 часа. Но реально за 24 дня он может остановить это кровополитие. И так как он это будет делать, вообще никак не зависит ни от военных действий, ни от количества танков, ни от F-16, вообще. Он уже об этом говорил, как он это будет делать. Он обвалит цены на энергоносители, на нефть и газ. И только единственная сторона в мире, которая может это сделать, это Америка. У нас такие запасы газа, которые превышают запасы газа во всех остальных странах вместе взятых. У нас столько нефти в Аляске, что можно залить всю планету на 150 лет вперед. Но все это запрещено. Все это запрещено. 20 января 2021 года, когда Байден пришел в Белый дом, он все это дело отменил. Первый день. Первый день. Первый день. Поэтому, конечно, 24 часа – это такое фигуральное, так сказать, заявление. Но реальность такова, что он может это сделать. И для этого не потребуется, как надеются украинские руководители, 10 эскандрилей F-16 или там какие-то огромные количества танков. Конечно, Трамп, в конце концов, даст и танки, и F-16 для того, чтобы установить стабильный мир на той границе. Но у Трампа есть другие рычаги. И надо понимать, что он видит гораздо дольше своего носа и носа любого другого политика. У него есть рычаги, которые даже представить невозможно людям, которые сидят-сидят либо в окопах, либо в Киеве. Либо в Киеве. Сейчас ситуация с Украиной очень плохая. Очень плохая. Многие украинские, мои друзья, очень довольны Трампом и очень довольны Байденом. Для них это мессия. Он дает оружие, он дает это, он дает деньги и прочее, прочее, прочее. Но палка-то о двух концах, да? Да, он дает. Но ее дает ровно настолько, чтобы Украина не проиграла. Он никогда не дает столько, чтобы Украина выиграла. Сколько можно об этом говорить? Я два года об этом пишу, что он не даст оружие на выигрыш. Он даст то необходимое минимальное количество, чтобы Украина смогла перемолоть полчища нападавших, но не более того. Поэтому никакого контрнаступления при Байдене не будет. Не надейтесь. Это было предсказано. Ничего не будет. Нет, ну, конечно, можно сделать контрнаступление с теми силами, что есть. И положить полки и дивизии, и выкосить лучших украинских людей, выкосить нацию. Да, пожалуйста, это можно сделать. Но это будет конец Украины. Поэтому ничего не получится. Зеленский в ужасном состоянии, потому что когда Трамп попросил его о помощи, он тогда был молодой президент. Он когда в апреле или в мае, в апреле, кажется, был избран, да, или в мае, и через два месяца ему Трамп позвонил. Это вообще неслыханно. Чтобы президент самой мощной страны мира, самый могущественный человек, политический человек на земле, позвонил президенту маленькой, ничего не значащей в американских делах страны. Ну, какое отношение Украина имеет к Америке? Ну, никакое. Она не маленькая, но... Ну, маленькая в экономическом плане. То есть, вот если Германия или там Канада что-нибудь фыркнет против Америки, это будет ощутимо. А вот если Украина что-то там сделает, ну, вышиванки мы не будем получать на Амазоне. Это понятно. Ну, ну. Ну, и когда Трамп попросил его о помощи, я хотел бы применить эпитет, слезно попросил о помощи, но Трамп не такой, который пускает слезу. Он просто четко развернул перед ним карты и сказал, я тебя прошу, посмотри, вот, что ты можешь сделать в этом направлении. Трамп получил свой первый импичмент, потому что он позорился на святое. Он позорился на источники дохода ЦК Демократической партии, потому что еще до Порошенко, еще до Порошенко начал работать конвейер. Из Америки, из Министерства финансов, деньги направлялись в Украину, отмывались, и потом переправлялись обратно в Америку в качестве, цитата, инвестиций. А что, украинские граждане не имеют права инвестировать в американскую экономику? Имеют, никакого запрета на это нет. И вот пошли инвестиции. И пошли инвестиции в политические компании. И пошли инвестиции в недвижимость. Кто получил самую большую контрибуцию денежную в фонд Клинтона? Это пришлось Украину. Откуда у такой не очень богатой страны взялись деньги для того, чтобы сделать сногсшивательный вклад в фонд Клинтонов? Откуда эти деньги? Что, нашли какие-то запаши алмазов в Днепре? Нет, ничего подобного. Это просто свои американские деньги вернулись по назначению. Когда Зеленский пришел к власти, он узнал об этом. Но не сразу. Ему не все сразу дали понять. Но теперь он знает все. И теперь сложилась вот какая ситуация. Администрация Байдена знает, что администрация Зеленского знает все. Кто, когда, зачем посылал деньги. С какого счета, на какой счет. Поэтому администрации Зеленского не нужно даже прибегать к шантажу. Они держат на коротком поводке администрацию Байдена. Можете себе представить ужас этой ситуации для американских патриотов? Когда какая-то маленькая страна, которая теоретически не должна не иметь никакого влияния на американскую политику. Держит за одно место президента Соединенных Штатов. Да, конечно, президент Соединенных Штатов это не царь бог. Он не может все сделать единолично. У него бывают тоже хорошие и плохие дни. Но тем не менее ситуация такая. И Байден, и Зеленский являются заложниками друг друга. Вдумайтесь в это. 24-й год. Зеленский в заложниках у Байдена, но Байден в заложниках у Зеленского. Этот Гордиев узел не может быть разрешен просто так. Слишком много людей завязано в этот узел. И Байден, и Зеленский, и Трамп, и Нетаньяху, и Путин. Вот что получилось, когда народные американские деньги, деньги американских наглоплательщиков совершили вот такой вот круговорот. Я думаю, что все догадываются о том, к чему я веду. И кто сможет разрубить этот Гордиев узел. Такого Гордиева узла я не припомню в мировой истории. Может быть, кто-нибудь в комментариях под этим видео сможет напомнить, когда подобная ситуация была когда-либо в человеческой истории. Но я сомневаюсь. Возможно, что-то было когда-то в древнем мире. Но, по крайней мере, вот такого масштаба, я просто уверен, никогда не было. Не было. И поэтому, когда мы говорим о масштабе того, что нас ждет в 2024 году, я не боюсь этой фразы. Я думаю, что и Россию, и Украину, и Америку, и Израиль накроет политическое цунами в 2024 году. И к этому надо готовиться. В каком виде оно произойдет, я не знаю. Может быть, Байден завтра утром не проснется. Вполне возможно. Либо он завтра неудачно упадет, и власть перейдет к вице-президенту. Либо еще что-нибудь произойдет. Либо выстрел из-за угла. Все, что не произойдет, это будет прямым следствием того, что Политбюро Компартии Китая приготовило для нас. И та война с Китаем, которую начал Трамп, должна быть завершена. Я имею в виду экономическая и политическая война. Тарифная война. Это серьезно, и это надолго, наверное, все-таки. Это не... Я предлагаю всех подняться над окопами, подняться над брустером и посмотреть, что происходит вокруг. Никогда не нужно замыкаться в дебри этноцентризма, когда все рассматривают проблемы своей собственной страны как самые главные проблемы человечества. Да, в настоящее время судьба украинско-русской границы решается где? Ну, украинцы будут считать, что она решается с помощью героических усилий молодых ребят, украинцев. которые самоотверженно борются за свободу. Но мы должны понимать, что судьба этой границы зависит от судьбы границы по Рио-Гранде. Потому что от судьбы этой границы по Рио-Гранде будет зависеть от того, кто придет к власти в Америке в 24-м году, в ноябре. И от того, кто придет к власти, зависит напрямую судьба вот той вот русско-украинской границы. И если придет, опять же, Байден, то Украина, к сожалению, повторит участь «Титаника». К сожалению. Другого пути не дано. Байден не воюет за Украину. Ему плевать на Украину. Он выполняет приказ и будет выполнять, пока он дышит, пока он у власти. Задача всех американцев, которые смотрят эту передачу, в ноябре прийти на выборы. Отмените свои отпуска, отмените свои дни рождения. В день выборов, пожалуйста, будьте на месте. Вы решите судьбу очень многих людей, которые остались там, в Европе, на постсоветском пространстве, если вы проголосуете правильно. Да, ну, в общем, этим можно и заканчивать с твоим, я бы сказал, пламенным призывом. Но я абсолютно с ним согласен и тоже считаю, что в ноябре вот тот самый гражданский долг надо выполнять. А людям, которые, возможно, много рассуждают, но даже не имеют той самой возможности, я имею в виду синего паспорта там в кармане, в шкафу или еще где, в сейфе, то, господа, у вас есть много тем, помимо американских. Конечно, можно и на этом зарабатывать себе всевозможные, я бы сказал, и лайки, и донаты, и все что угодно, но тем не менее. Окей, не мое дело. Хотите дальше, как говорится, вешайте лапшу аудитории на здоровье. Вот, я еще хотел бы одну вещь обсудить, но уже не в этот раз, видимо, потому что, как всегда, высказывание Трампа, она-то опять очередную бурю в стакане сделана. Но это высказывание, как всегда, порезали, как всегда прокомментировали. То есть, ничего нового для нас нет, сколько мы, с какого года подобные истории рассказываем. То есть, как, что делается, как делается пропаганда. Вот, тут уже разговора не о журналистике, ни о чем близко нет. Хорошо, Гэри, спасибо, что нашел время. Еще раз, господа, все данные, все реквизиты книги, которую Гэри Гиндлер выпустил, очень ее рекомендую. Левый империализм. Более того же, я думаю, что мы сможем что-то на русском, хотя бы какие-то отдельные главки опубликовать, чтобы вы понимали, о чем там идет речь. Но это для тех, кто в оригинале, к сожалению, не сможет с ней ознакомиться. Я думаю, что мы встретимся на следующей неделе. Событий очень много, и каждая неделя будет приносить нам много всего. А вот когда тот самый цунами случится, ну вот тут к Ванге, пожалуйста, она с того света вам может подскажет. Все, спасибо. Спасибо.